Байкал-Амурская магистраль Для российской экономики БАМ имеет особое значение, открывает рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и обеспечивает надежный транзитный маршрут для всей Евразии. А в связке с Транссибом магистраль является стратегическим коридором не только национального, но и глобального значения. О нынешнем состоянии БАМа и его перспективах поговорим с Вусалом Исмаил Заде, генеральным директором компании, которая занимается строительством инфраструктуры БАМа. Вусал Махмудович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Итак, вот полвека назад БАМ стал общенародным, всесоюзным проектом. А если сейчас оценить масштабы строительства БАМ-2 и БАМ-3 по вовлечению людских, технических и финансовых ресурсов, сопоставимы с тем, что было в 1974 году, таком далеком? Вы знаете, БАМ стал самым масштабным и дорогим проектом советской истории. На пике стройки только на прокладке путей было занято порядка 130 тысяч человек, а это лишь малая часть всех работ. Шло не просто строительство дороги, а полноценное освоение огромных территорий. По мере роста магистрали фактически на пустом месте тут появлялись целые города, поселки. Несмотря на то, что БАМ сегодняшняя, это не стройка с чистого листа, листа, масштаб, работ все так же огромен. На втором этапе модернизации восточного полигона, который завершается в этом году, компания «Наспроект Свой» возводит порядка 1500 километров вторых путей. В планах третьего только у нас еще более 2000 километров. В общей сложности это более половины всей магистрали. А кроме путей мы строим множество мостов и других искусственных сооружений. Мы меняем оборудование электроснабжения, связи, СЦБ, внедряем цифровую автоматику. При этом стратегическое значение БАМа растет с каждым годом. Сегодня уже никто не скажет, как это случалось на заказке в советской эпохе, что проект не востребован. Новые мощности БАМа – это залог стабильности экономики не только Дальнего Востока, но и всей страны. Но вот каждый километр стальной трассы приходится прокладывать, что называется, в непроходимых болотах, в тайге, в скалах и даже в условиях вечной мерзлоты. Вот насколько изменились технологии железнодорожного строительства за полвека? Насколько проще стало работать с сегодняшним строителем по сравнению с теми, кто трудился на БАМе лет 50 назад? Знаете, за 50 лет БАМ не стал к строителям, к сожалению, дружелюбнее. Безусловно, сегодня мы располагаем современной эффективной техникой, бытовые условия, несопоставимые с первыми палаточными городками. Но скалы, болота, многолетняя мерзлота никуда не делась. К природным сложностям добавились и технические нюансы. Стройка идет вблизи действующих путей БАМа при интенсивном движении поездов. Существующая инфраструктура должна по-прежнему обеспечивать перевозки. При этом бесшовно увязываться с новыми участками. Все это нужно учитывать при планировании и графике работ. В частности, технологии же все делаются для того, чтобы обеспечить надежность и безопасность транспорта. Речь не только о новых участках, но и о действующих, которые нужно привести к своевременным требованиям. Для сохранения вечной мерзлоты мы приняем охлаждающую наброску. На болотистых участках в основном в дороге укладывается геотекстиль, обеспечивающий гидроизоляцию. Все это исключает риск просадки путей. На скальных участках целый комплекс мер по защите от обвалов и лавин, барьеры, ограждения. Новые мосты БАМа строим с расчетом на пропасть тяжеловесных поездов. Учитываем при этом сейсмичность региона и сложную гидрологию Дальнего Востока, где маленькая речушка за пару часов во время ливня становится полноценной рекой. Отдельно скажу о цифровизации движения. На БАМе мы активно внедряем микропроцессорные системы управления движением поездов. Это наша разработка и производство. Теперь диспетчера могут кнопкой мышки переключить стрелку на дороге, следить за работой всего оборудования, регулировать маршруты. Крайне удобно с учетом огромной территории БАМа и низкой плотности населения. Это огромный шаг вперед в частности эффективности работы транспортных коридоров. Отмечу, что вся наша автоматика защищена от гибератак. Это крайне важно в сегодняшних условиях. Владимир Путин поставил задачу не только расшить узкие участки, а на всем протяжении БАМа даже проложить сплошные вторые пути. Вот по сути ввести в строй более 300 инфраструктурных объектов, включая дублеры Севрамуйского, Кузнецовского и Кадарского тоннеля, а также мост через Амур. Как быстро удастся решить эти амбициозные задачи? План третьего этапа развития БАМа обеспечит пропускную способность магистрали порядка 210 миллионов тонн. В 2030 году эти цифры уже 255 миллионов тонн. В 1932 году 270 миллионов тонн. В 2035 году. Для этого только компаниями нацпроект «Строй» предстоит на 186 объектов построить свыше 1500 километров вторых путей, а также более 920 мостов и водопропускных труб. Уверен, что поставленную президентом задачу мы выполним в указанные сроки. Наш холдинг после объединения в конце прошлого года обладает колоссальными мощностями, технологиями, ресурсами и кадром более 100 компаний по всей стране и 90 тысяч сотрудников. Ну вот одна из главных сложностей для любого проекта сейчас – это, конечно же, кадры. Насколько строительство БАМа обеспечено специалистами и хватает ли людей? Сейчас мы завершаем реализацию проекта второго этапа – расширение БАМа. Фронт работы расстреляем по территории в 3000 километров. Работаем на стадии этих объектах. Задействованы десятки тысяч человек. Многие работают фартовым методом, приезжают, как и полвека назад, с всей страны. Проект, безусловно, очень емкий в части рабочей силы. Мы крайне заинтересованы, чтобы и дальше привлекать сюда рабочие силы и инженеров самой высокой классификации. Но удается ли решать задачу повышения качества жизни людей в населенных пунктах, завязанных на Байкало-Амурской магистрали? Помогает ли магистраль вообще развивать социальную инфраструктуру в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России? Расширение БАМа и Транссибы – это не только новый восточный вектор экономики. Это новые возможности для промышленных предприятий. Это рост грузопотока, сокращение времени в пути. Это новые рабочие места. Кроме того, это существенный рост налогов, поступлений в регионах и повышение качества человеческого капитала. Например, в прошлом году компания БАМ «Строймеханизация», ключевой наш исполнитель по программе развития Восточного полигона, зарегистрирована в Хабаровском крае. Объем подрядных работ по итогам года – порядка 100 миллиардов рублей. И все отчисления с них теперь идут в экономике субъекта Федерации. Спасибо, Вусал Махмудович. Удачи вам и вашим коллегам о развитии Бакала Амурской магистрали. Мы говорили с Вусалом Исмаил Заде.